сегодня я вам расскажу одну потрясающую историю эта история касается жизни и здоровья каждого человека многие думают что изучение истории это бесполезная задача что мы можем увидеть в прошлом прошлом мы можем увидеть только тень каких-то искаженных знаний но несмотря на все это в прошлом можно увидеть больше вот посмотрите 18 веке наш вид назывался гемо сапиенс то есть человек кровь потом нас назвали homo sapiens типа человек разумный сейчас в двадцать первом веке наш вид переходит в новую стадию эта стадия будет называться homo invalidus человек больной и все это связано с нашим питанием я про питание вам много рассказывать не буду расскажу только об одном продукте о белой муке ее история просто потрясает белая мука по своей сути не особо вредный продукт если муку правильно обмолоть правильно отбелить и правильно ее испечь то вреда она не принесет но здесь есть один нюанс надо все сделать правильно сейчас муку для повышения ее красоты отбеливаю отбеливание муки это не какое-то новое введение отбеливание муки началось в 1906 году началось она после принятием конгрессом сша закона о чистых пищевых продуктах и лекарствах согласно этому закону пшеничная мука должна подвергаться отбеливание отбеливание отбеливали ее вначале закисью азота затем перешли на диоксид холора а в 1921 году ее начали отбеливать бензоилом пероксидом бензоил пероксид это замечательное вещество оно отбеливает муку и поэтому если в классическом варианте муку после перемолки нужно держать целый месяц на солнце то сейчас под воздействием этого волшебного порошка мука готова к продаже через два дня так как бензоил пероксид обладает ярким антибактериальным действием а что такое антибактериальное действие это замечательное свойство это значит муку обработанную бензоилом пероксидом не будут кушать бактерии не только плохие бактерии все бактерии и это просто изумительно когда какой-то продукт отказываются кушать бактерии значит этот продукт не подходит для питания человека ведь мы устроены очень просто нас есть мозг у нас есть кишечник и кишечник это просто вселенная разнообразных бактерий эти бактерии получают пищу и и перерабатывают выделяют все ценное и выбрасывают все ненужное и вот когда эти бактерии получают отбеленную муку то они не могут скушать раз они не могут скушать то они погибают погибают хорошие бактерии растут разные грибковые трожевые и другие патогенные бактерии и все это приводит к хроническим заболеваниям человек поэтому человек 21 веке это нездоровая особь это особь борющиеся за право на жизнь чтобы особь не умерла срочно начале двадцатого века изобрели антибиотики и другие очень полезные вещества которые могут поддержать инвалида на плаву то есть не дадут человеку как виду умереть без антибиотиков в нашем мире человек обречен просто на вымирание и тут у нас получается маленькая загадка нас кормят отбеленной мукой муку от белевую антибактериальными препаратом их несколько видов это добавки е 928 е 923 е 926 и е 924 это все отбеливающие добавки все они обладают анти бактериальным эффектом то есть тот продукт который должны переработать наши бактерии добавляют вещество антибактериальное которую это это вещество делает невозможность переработки пищи нашим кишечник это началось в 1906 году и это сразу дал эффект уже в 1913 году в соединенных штатах от рака умирала 75 тысяч человек в год в 2015 году от раков сша умерло 500 тысяч человек вот такая простая статистика красивая белая мука это то что убивает человечество как вид эта мука продается в сша в россии в европе в некоторых странах отбеливающие добавки запрещены но там запрещено использовать один вид добавок но при этом разрешено применять другой вид все эти добавки обладают антибактериальным действием то есть они уничтожают пищевую ценность хлебобулочных изделий почти все люди едят хлеб они его едят каждый день мы маленькая фабрика по переработке пищевых волокон углеводов жиров если в эту маленькую фабрику запихивать продукт обработанный антибактериальными составами то фабрика ломается от этого возникает диабет от этого возникает ожирение от этого возникает дисбактериоз и многое многое другое все эти страшные вещи начались начале двадцатого века именно в начале двадцатого века человек разумный начал превращаться в человека больного и все это связано с нашим кишечником я уже не говорю о том что у человека полностью подменили тот тип питания на котором он приспособлен творец нас создал красивыми совершенными разумными он нам не дал большого живота как у обезьян а кто не задумался почему у обезьян всегда выпирает живу тут тайны нет кишечник обезьяны несколько раз длиннее чем кишечник человек и поэтому обезьяна может спокойно есть зеленые листья мой может есть фрукты спокойно их переваривать и даже наращивать мышечную массу наш кишечник гораздо короче наш кишечник устроен по-другому наш кишечник создан для того чтобы мы сами ферментировали себе продукты и эти ферментированные продукты потребляли мы не можем есть сырые овощи как обезьяны потому что наш кишечник для этого не приспособлен мы не похожи на корову у корова кишечник несколько раз больше чем у нас это корова подготавливает себе пищу она вначале собирает траву в один желудок затем ложится в тенек и все это отрыгивает и тщательно пережевывает это очень неэстетичное зрелище и творец о нас позаботился у нас сделал красивыми и эстетичными но за красоту надо платить мы должны сами подготовить себе пищу мы должны ее с ферментировать и потом уже хорошую подготовленную пищу съесть мы так задуманы а сейчас нас переводят на другой тип питания и придумывают байки что человечество развилась из-за того что изобрело огонь но наш кишечник не очень готов даже жареную пищу хорошо переваривать жареное мясо не совсем правильный продукт для нашего питания нас создали по другому проект человек существо совершенное и уникальное мы должны своими руками подготовить себе еду и запихнуть ее себе в рот эта еда не должна быть жареная не должна быть сырая она должна быть сквашина это то что дано вам от природы это что у нас отобрали в девятнадцатом веке а ведь даже если вы посмотрите описание казни египетских там есть такие слова про жаб и жабы придут ваш дом в ваши печи и ваши квашни даже в библии упоминаются квашни человек всегда квасил для себя еду и поэтому жил долго сейчас нам говорят что девятнадцатом веке люди живут жили сорок девять лет средне это неправда можно с легкостью насобирать биографии известных людей которые дожили до 80 и 70 лет они не жили по 49 лет и в девятнадцатом веке не было такого большого роста заболеваний ожирением сахарным диабетом и раком все это появилось в прекрасном двадцатом веке именно в двадцатом веке пошла химически отбеленная мука появился сахар появились растительные масла и многое-многое другое то что отравляет нашу жизнь и делает наш человеческий вид не приспособленным для жизни в природе задумайтесь над этим задумайтесь над тем сколько вы едите химически отбеленного продукта прочитайте про добавки ем е 928 е 923 е 926 и е 924 и задумайтесь каких продуктах они используются и какой эффект они придают этим продуктам а тем кому интересно подискутировать на эту тему приходите завтра на стрим по здоровью там можно будет задать вопросы и во время живого общения все обсудить на этом все смотрите мой канал а 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